Я знаю, как это делается, у меня все по-другому, если речь идет обо мне. У меня всегда, мне дают, конечно, сценарий, я его практически читаю по диагонали, я не люблю читать, я вообще засыпаю, я как-то так теряю линию, все, я потом просматриваю быстро, выделяю персонажей. Я на самом деле же редко этим занимаюсь, но если меня уже зовут, я, в принципе, придаю значение, первое, если мне симпатизирует режиссер, поскольку я не работаю с незнакомыми, скажем, людьми. Вообще, то, что я делал как бы в театре, либо в кино, это все близкие люди, работая с Лерой Германи, ко мне просто, ну, согласился в первый раз на человека, которого я не знаю, потому что привела знакомая ее ко мне. И я посмотрел просто на безумную девушку, которая все время комплексовала долго, пока не умазала по бутылке винища, потом разлеглась, у нее в мастерской руки, говорит, да, блядь, да, блядь, да, блядь. В 85-й, там, концертника, фотографии, когда там в Горбушке, первый концерт, и первый неформал, у него вообще челюсть вывезла, он говорит, очень хочу, чтобы вы работали, уже такие крутые люди были, а я думала, там, что я сама такая. Говорю, да нет, еще в андегранде люди такие лежат, которых там вообще выйдут просто, ну, мурашки по коже у людей у всех, там, люди, как крокодил уже заросшие, с зубами какими-то, ржавыми, либо железными, ну, страшилки такие. Я порассказывал, и я понял, что это не пугает, и она меня тоже не пугает, я согласился. А с другими происходило все, как бы, как скорая помощь, мне звонили, или звонят, и там, или на мишени, или Ваня Дыховичный, или Мишень Зельдович, просто звонок, и говорит, спасай. Я говорю, что случилось? Ну, вот, 50 бомжей, 2000, там, какого-то года, сможешь одеть? Говорю, да легко, какие проблемы? Через час он звонит, говорит, я извиняюсь, а 100? Говорю, да не проблема, хоть 120-150. Говорю, тогда же завтра, говорю, да не проблема, вообще просто, ты мне говоришь, что, как, и образы, мысли свои, как бы, что ты хочешь в этом увидеть? И я говорю, если я представляю правильно, чтобы не потерять линию фильма, там, мы замешиваем, как бы, некую такую же брендовые вещи, там, Шанель, Фигель с большими надписями, и с какими-то клашарными вещами, которые, ну, можно найти, как бы, в мусорке. Я представил, как бы, некий прием, я выбрал вещи яркие, современные какие-то, и просто в кучу их бросил, и там их на месте так замешал, как бы, как человек с мусорки может был уже одеться, ну, и получалось там некий, такими, прогрессивно, как бы, бывший моряк, отъехавший куда-то там, ну, как бы, шизу какую-то где-то навел, а где-то, ну, такую эклектику. И он приехал ко мне буквально там в 12, что ли, я, говорит, посмотрите, я приехал, говорю, Саш, пока ты едешь, я уже отвешу какие-то вещи. Он приехал, у меня уже была такая огромная вешала, которая была завещана вещами, предполагаемые, лежали здесь, там, какие-то резиновые сапоги какие-то там, женские, на каблуках, которые одевал на мужчину большого размера, и всякий сюр такой, он приехал, говорит, отлично, это то, что я думал, это просто сюр какой-то такой. Это даже чуть-чуть местами выглядело на крэзи такую моду, которая местами, то есть я так замиксовал там, например, что когда одевал там, один из них был вот в этом дембельском пиджаке, я одел трико красное, я сам потом так оделся резиновые сапоги на каблуке, женские, красные, и какую-то, не помню, какую-то шапочку, которую мы или что-то оделал этому человеку, там все просто все лежали, и он такой еще, да, то есть такой знатный бомж, собачка, и пакетик, что-то там еще было у него в пакетику, суп мясо, ну, будут очень странные такие. Ну и поначалу я давал некоторым самим выбирать просто вещи, говорю, вот как бы ты вот оделся, но я понимаю, что такие приемы иногда проходят с людьми, которые осознают, как бы, скажем, эстетику вещей, как разрушение, как бы одеть в другую сторону, либо шипзики, если ты их даешь, а там начался такой хаос, бардак, потому что статисты все, ну, довольно-таки половина из них не готовы вообще ни к чему, и пришлось потом лепить на них, ну, я думаю, что у меня все получается всегда быстро, потому что потом съехались художники, фотографы, все там, Мукин, кто-то всех обзывали, караул приезжать, а петлюра такие, здесь найдем шедевры, типа на халяву съемку у вас получится, типа, ну, и народу наехало. И мне потом Зельдович там же на весь подходят, говорит, слушай, ну, бомжи бомжами, а вот не попробуешь ли сцену в 2027 год или 30-й, у нас вот все происходит, прям вот богему одеть за столом, говорю, да почему же нет? Говорит, ну, у тебя ж нет современных вещей, говорю, а какие могут быть современные вещи, если нужно иметь как бы некий такой вкус и предположение версии, что будет в 2027 году, и если это, скажем, какое общество, либо это социально отсталное, либо наоборот это как бы богемка такая, и я приехал сюда и взял просто буквально разные вещи, что-то из модного, что-то я из каких-то там вещей, которые покупал, там, пачки, ну, дизайнерские всякие, либо еще что-то, и к ним просто приложил чуть ли не вещи, которые вообще во времени никогда не теряют свою красоту, какие-то блузы, кремдешиновые, начало века, там, 20-30-е годы, и получалась очень такая теплая, с такой утопленого молочка, как бы я подобрал образы летние такие, все как бы такой пастелькой накрыл, и очень понравилось. Субтитры подогнал «Симон»!